Торнадо Энерджи! 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 очень тяжело, с учетом того, что у нее орудие поворачивается еще 100 градусов влево, 100 градусов вправо и того получается 200, да? Теперь, ну, с этим мы разобрались, то есть мы поняли, что это ПТ-шка без брони, подвижная, по маскировке, ну, я не могу сказать, что у нее хорошая маскировка. То есть это не самый лучший показатель даже среди всех ПТ-шек шестого уровня, а уж тем более в движении или после выстрела. То есть имейте в виду, этот танк не про маскировку, поэтому если вы применяете кусты, применяйте их правильно, не стоит рассчитывать на базовую маскировку, нужно все-таки ополагаться на такие показатели, как там, знание механик игры, да, то есть прятаться за кустами, отъезжать на 15 метров, иначе будете светиться, а светиться ей не очень хорошо, как я и сказал, брони нет, а назад она сдает, когда засветится всего лишь со скоростью 15 км в час. То есть, ну, отступать очень тяжело, и если засветились на какой-то позиции, можете прям в щины хватать конкретно, то есть лучше, конечно же, использовать маскировку правильно. Поэтому, может быть, я не знаю, стоит ли сюда маск-сеть ставить, я пока что с ней не играл, но у меня ощущение, что маск-сеть это не самый лучший выбор для этой ПТ-шки. Переходим, наверное, к самому сладкому, к самому интересному, это ее орудие. И вот орудие, это как ее и сильная сторона, то есть крутая, так и слабая. Значит, что в орудии хорошо? В орудии хорошо, урон в минуту. Больше 2300 с чем-то. Это почти на 400 с лишним единиц, лучше, чем в среднем по уровню у ПТ-шек. То есть, ДПМ лютый, перезарядка чуть больше 3 секунд, но, ребят, переходим сразу же к минусам орудия. Альфа всего 150 единиц. Да, вы мне можете сказать, что у Е25 тоже там небольшая альфа, ну, примерно я с вами соглашусь. То есть, здесь играется танк именно от ДПМа. При этом, ребят, что касается еще к минусам орудия, да, это бронепробитие. 165 единиц. Для шестого уровня мало, немало, но судите сами, хватит вам 165 на шестого уровня или нет. Ну, в принципе, можно играть на ББшках, они неплохо летят, у них не самая маленькая скорость полета снаряда, больше 900 метров. То есть, ну, это действительно ББшки, которые могут работать и на дистанции, и так далее. 165, мне кажется, все равно маловато, но в борта можно пробивать большинство танков, особенно если вы не будете прям по КД против восьмерка играть. С восьмерками будут проблемы, потому что, ну, голда здесь под калибр, он, конечно, быстро летит, там, 1100 метров в секунду, но, блин, он пробивает всего 192 миллиметра. Например, там, всякие японцы, да, там, или тот же самый ИС-3, при правильном танковании, ну, у вас вообще шанс его пробить не будет. Зато, если в борт зайдете с таким ДПМом, можете, если знаете, куда стрелять, поджигать танки. Ну, как в борт зайдете. Если противник затупит и повернется к вам бортом, наверное, так будет правильнее сказать. Я не ставил на этот танк вообще, вообще не ставил усиленные приводы наводки. Почему? Время сведения полторы секунды, ребят. То есть, здесь не нужны усиленные приводы наводки, потому что танк, ну, по сути, перезаряжается больше трех секунд, ну, чуть, короче, три секунды перезаряжается, сводится полторы. Вы в любом случае, когда будете ДПМить, вы сведетесь до того, как у вас зарядится следующий снаряд. То есть, здесь усиленные приводы наводки, я посчитал ненужными, я поставил вместо них вентиляцию. Вы можете поставить что-то на свой вкус. Мне показалось, что с вентиляцией танк будет лучше маскироваться, чуть дальше видеть, чуть быстрее перезаряжаться. Ну, в общем, все-все-все по чуть-чуть. Если с учетом того, что у меня еще экипаж с боевым братством, ну, то есть, я думаю, это тоже немножечко заролял. Я не закончил говорить про орудия, орудия очень точные. Это у меня в программе показывает 0,28 на 100 метров, но она иногда неправильно показывает и дает погрешность 2 сотых. То есть, ну, где-то, я считаю, где-то 0,3 здесь точность может быть. В любом случае, вы сами просто видите на экранах, какой конечный круг маленький. То есть, танк реально сводится быстро и конечная точность имеет хорошую. Можно выцеливать гусеницы, можно выцеливать какие-то слабые зоны у танков, можно выцеливать места для критования там баков, боекладки и так далее. ДПМ позволяет. Единственное, что я говорю с пробитием, ну, разве что голдой шмалять, в этом случае будете в минуса жестко уходить. Альфа-то маленькая у танка, да? Так, ну, вроде бы все рассказал. Единственное, что забыл отметить еще по орудию, все параметры, абсолютно все параметры орудия касательные стабилизации после выстрела, от движения, от поворота, от всего-от всего выше, чем в среднем по уровню. То есть, по итогу, что мы получаем от кушки? Маленькая альфа, ну, так себе пробитие, зато очень точное, быстро сводится. Ну, в среднем по уровню, кстати, 1,9-2 секунды сводится, здесь полторы секунды. Быстро сводится, очень ДПМная и очень хорошо стабилизированная. Короче, подведем итоги по данной ПТ. С учетом того, что эти личные боевые задачи имеют накопительный характер, я думаю, рано или поздно эта ПТ-шка появится у многих. И разработчики, обычно, когда танк предназначен для большого количества аудитории, делают его, ну, не очень. А на сегодняшний день экскалибур, даже очень. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok